Одной из самых неожиданных камер в этом году от компании Sony, как мне кажется, оказалась уже четвертой по счету полнокадровая беззеркальная камера с моей любимой буквой R. За отведенное мне время я постарался проверить камеру по нашей классической схеме, то есть по блокам фото и видео, и конечно же те фишки, что были заявлены. Некоторые из них. Sony i7R Model 4 получила большее разрешение на матрицы, что недвусмысленно намекает на серьезную работу в студии, но логично, что этим все не ограничивается. Для начала, чем же она лучше прошлой модели? Как я уже сказал, увеличилось разрешение до 61 мегапикселя. Стабилизация сенсора теперь достигает 5,5 стопов экспозиции. Обновленный процессор Beons, диапазон ISO 100-32000 с расширением 50-100-2400. У камеры 567 фазовых точек и 425 точек в контрастной автофокусировке. Видоискатель на 5,76 млн точек и стопроцентное покрытие кадра. Увеличение на 0,78. Встроенный модуль Wi-Fi, плюс NFC и конечно Bluetooth. На корпус насыпали множество портов. Micro USB 2.0, USB 3.1 Type-C, Micro HDMI, вход для наушников и микрофона и синхро-порт. У камеры два слота с поддержкой UHS-2 и измененный дизайн органов управления. Крышка под карты памяти теперь стала по-человечески открываться и не нужно ее подковыривать. Габариты тоже слегка увеличились, но это почти незаметно. Верхняя панель немного изменилась. Колесо поправки экспозиции получило кнопку блокировки. Немного изменен угол кнопки спуска затвора и дизайн тумблера включения. Касательно колесиков регулировки. Одно все так же внутри рукоятки, а вот задняя целиком теперь на поверхности, что довольно удобно. Задняя сторона также изменилась. Изменена конструкция джойстика, который стал массивнее, рельефнее и как следствие удобнее. Небольшие изменения коснулись и кнопки C3, меню и iPhone. Хват у камеры весьма удобный. Мизинец хоть и на одном уровне с дном камеры, но не выскальзывает. Что касается меню, то оно практически не претерпело изменений. За некоторыми мелочами. Sony улучшила настройку пользовательских кнопок. Теперь наглядно показаны места их расположения. Кастомизировать можно 12 клавиш на корпусе и одну на соответствующем объективе. Камера имеет автофокус по глазу в реальном времени как для фото, так и для видео. Также новинка предлагает гаммы S-Log3 и HDR, которые обеспечат до 14 ступеней динамического диапазона. И кстати говоря, для этого устройства заявлен динамический диапазон в 15 ступеней экспозиции, но это для фото. Также камера может превратить 61 мегапиксель в 240 путем сшивания технологии PixelShift. То есть камера делает до 16 изображений, последовательно сдвигает датчик и при помощи программного обеспечения Sony Imagine Edge можно эти изображения сшить и создать разрешение 240 мегапикселей. Внутрикамерно это, к сожалению, все еще недоступно. Sony оснастил новинку более совершенным автофокусом, у которой 567 точек фазы фокусировки и 425 точек контрастной фокусировки, которые охватывают 74% кадра. В системе автоматической фокусировки есть режимы обнажения в кадре глаз, как людей, так и животных в реальном времени. Правда для этого нужно в камере указать, что вы снимаете, людей или животных. Мы, конечно, проверим оба варианта. В целом работа автофокуса очень хорошая, хотя моменты промаха иногда наблюдались. На неодушевленные предметы камера без проблем фокусируется как при хорошем освещении, так и слабом в 400 люмен. Серийная съемка честно отрабатывает свою скорость. Отстреляв 64 кадра JPEG или 30 RAW унижатых и забив буфер, вам придется наблюдать за анимацией подгрузки файлов. Ну, как обычно. Благо, при этом камера не виснет и вы спокойно можете заходить в то же меню. Или, например, достреливать кадры по мере освобождения буфера. Подвисание камеры в этом процессе я не заметил. Касательно динамического диапазона. При восстановлении информации вплоть до минус одного или плюс двух стопов изображения сохраняют цвета. Однако появляется фактурный шум, если восстанавливать изображение из темного кадра и снижение детализации при восстановлении из пересвета. Промах экспозиции плюс три стопа камера тоже может простить. И для некоммерческой съемки данное изображение вполне можно использовать. Детализация при этом снижается, однако цвета не плывут. Если говорить о темных участках, то минус три стопа является предельным для восстановления информации. Появляются цветные пятна, что заметно во время приближения. Но для соцсетей даже промах минус три с половиной стопа камера может простить. На природе я нашел место с очень сильным разбросом освещенности и также сделал снимки с различной экспозиции. Хотя по факту разброс еще сильнее из-за сильной разницы неба и куста, но камера все вытянула вполне достойно. Единственный снимок, который она не смогла полностью осилить, это промах плюс три стопа при мульти замере экспозиции. Но конечно по факту небо пересвечено на все четыре стопа, если не больше. Sony уже давно славится хорошими показателями при высоких ISO. Логично, что данная модель не исключение. Несмотря на увеличение разрешения и как следствие уменьшения площади пикселей, вплоть до значения 6400 не наблюдается явного шума на общей картинке. Со значения 8000 поступает мелкий бесцветный шум. 12800 все еще можно считать рабочим значением, однако изображение становится фактурным и проступает легкий, почти незаметный цветной шум. Значение 25600 это не для коммерческого применения само собой, только соцсети и желательно там, где нельзя сильно приближать снимок. Думаю было бы логично сравнить режим превращения 61 мегапикселя в 240 и сравнить резкость двух снимков, хотя лично по моему субъективному мнению 240 мегапикселей это уже излишество. Посмотрите на увеличение обычного снимка, этого уже более чем достаточно, чтобы делать печать на небоскребе, но давайте все же сравним. Вот обычный снимок 61 мегапиксель, да я понимаю как нелепо звучит слово обычный в данном случае. А теперь сшитый вариант в 240 мегапикселей. Что касается видео, то новинка как и предыдущая модель может снимать в формате UHD 4K, но каких-то кардинальных отличий вы не увидите. Самое заметное это появление автофокуса по глазу в реальном времени. Касательно скорости автофокуса, то на камере сейчас выставлена нормальная скорость и стандартная чувствительность. Я бы конечно выкрутил на максимум, но камера не позволяет это провернуть с установленным объективом FE F2.8 24-70 G Master. Не могу к сожалению сказать пока в чем причина, может потому что камера новая и объектив ее не полностью понимает. С другой стороны, с такими настройками скорости автофокусировки на видео операторы как правило и работают. Так что будем держать в голове, что фокусировка у нас плавная. Если ориентироваться по индикации, то камера моментально подхватывает лицо и глаз. На расстоянии дальше трех метров отслеживается только лицо. Логично, что промахов и рыскания в поисках объекта съемки не отмечены. К точечной фокусировке также нет нареканий. И в хорошем и слабом освещении в 400 люмен автофокус справляется со своей задачей. Характерно выраженного муара, как в 4К теков в HD не отмечено. Оно проявляется сколько не полосками, сколько мимолетными радужными мерцаниями. Рольник-шаттер, как и в предыдущей модели, очень слабо выражен, что весьма впечатляет с учетом разрешения матрицы. 4К логично, он слегка заметнее, но для этого камеру нужно до неприличия резко поворачивать. При 4К значение 6400 можно смело считать рабочим для коммерции. И даже значение 8000 с учетом легкой обработки по шумам. Однако сам шум бесцветный, так что использование шумодала считают даже излишним. 12800 пойдет для некоммерческих проектов, и для видео, по моему мнению, это предельное значение. То же самое касается и в HD. Однако здесь на значение 8000 обработка все же понадобится, так как сам шум банально крупнее, чем на 4К. 12800 использовать можно, но с натяжкой и с обработкой по восстановлению резкости и уменьшению шума. Конечно же, как всегда, я выключил шумодав перед этим тестом, но ощущение, что все-таки он немного работает. Повторюсь, это мое ощущение. Полноценная камера раскрывает себя именно в студии, что неудивительно. Но я подловил себя на том, что всегда строю готовый кадр и не закладываю в голове какую-либо обрезку. Но если это понадобится, то можно не стесняться и кропить. Захотели увидеть мурашки на ногах? Вот вам мурашки. Захотели грудь побольше? Вот грудь стала больше. Точнее ближе. Конечно, сложно представить ситуации, где нужен такой дикий кроп, но теперь это возможно. В видеокамера все так же хороша, как и предыдущие модели. Сказать, что она стала намного лучше или резче, или лучше передаются цвета, не могу. Тут нужно сравнивать именно лоб в лоб с младшей моделью. Но такой возможности, к сожалению, у меня не было. Помимо меня, Sony Alpha 7R Model 4 была на тесте и у профессионального фотографа Александра Насонова, который также оценил, как она работает в студии, и насколько стала лучше по сравнению с третьим поколением. Давайте послушаем его мнение. Отрадно, что прогресс не стоит на месте, и новинка от Sony получила, кроме 60 Мп, множество технических и эргономических изменений. С выпуском новой камеры Sony окончательно утвердили свою седьмую серию, как профессиональное решение, во многом заменяющее средний формат. Sony A7R Mark IV, безусловно, хорошее и передовое решение в фулл-фрейме. Это отличная покупка для профессиональных фотографов, работающих в связке с рекламными агентствами, дизайн-студиями, предоставляя дизайнерам возможность свободного покадрирования в пост-продакшене без потери разрешения. Друзья мои, камера замечательная, камера мне очень понравилась. Эта камера, безусловно, для тех, кому необходимы в его рабочем процессе 60 Мп. Фотографов, которые сейчас занимаются пост-продакшеном всерьез и профессионально, становится все больше, если не сказать, что почти все. И эта камера дает, безусловно, возможности гораздо более широкие, чем предыдущие модели. Какие же можно сделать выводы? За то короткое время, что эта камера была лично у меня, я испытал двойственное чувство. С одной стороны, это отличный студийный аппарат для коммерческой съемки. Также эта камера отлично подойдет для пейзажной съемки, и с учетом скорости серийной съемки, ей вполне можно снимать даже спорт. Правда, готовьтесь запастись горой карт памяти, ну или снимайте в APC режиме, чтобы у вас разрешение было поменьше. Это взгляд с одной стороны, а вот с другой стороны, в видеоператор внутри меня, немножко опечален, что мы не получили 10-битный внешний рекордер или 50 FPS при 4К. И камера все так же нагревается при длительной съемке. И все так же, чтобы снимать 30 кадров в секунду, а потом, например, 25 кадров в секунду, вам придется выполнить жуткую манипуляцию в камере, да еще и карту сменить, иначе ее придется просто форматировать. Я знаю, на Sony так было всегда, но хотелось бы, чтобы это когда-нибудь исчезло. В итоге, я склонен к тому, что это все же на 80% инструмент для фотографа, а остальные 20% рисужу видео. Все-таки есть трикинг по глазу, 120 кадров в секунду, и давайте не будем забывать, что с камерой был презентован и профессиональный микрофон от компании Sony. Его, к сожалению, у меня с собой не было, так что ничего по нему сказать не могу. Плюсы и минусы, отмеченные мной в данной камере, сейчас на экране. Ознакомьтесь. По традиции, хочу сказать, что все, что вы увидели и услышали в данном выпуске, это мой личный тест и мое субъективное мнение. Ну и мнение Александра, само собой. Ни в коем случае оно не должно быть определяющим в вашем выборе той или иной камеры. Я всегда это говорю, но стоит повторить. А на этом все. Спасибо, что смотрели. Оцените видео положительной или отрицательной оценкой на ваше усмотрение. В этом уголочке наши соцсети, их можно и нужно посещать. В этом уголочке снизу подписка и колокольчик. Нужно нажать и туда, и туда, если не нажали. Все. До встречи в следующих видео. Ах да, комментарий напишите. Нужны вам 61 мегапиксель или не нужны? Или 240? Нам интересно. Так что поделитесь своим мнением. Все. Теперь точно все. До встречи в следующих видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!